Привет, сегодня от меня получают просто канал, искатели и добренький Твайс. Спасибо, что смотрите. Если хотите оказаться в моем следующем видосе, то оставляйте какой-либо комментарий под этим видео. Всем приятного просмотра. Ох уж эти чудеса видеомонтажа. Всем привет, с вами Джайка. Многие начинающие ютуберы, когда делают свой первый контент, допускают множество ошибок. Исходя из личного опыта, я записываю это видео, чтобы каждый начинающий ютубер знал какие-то основы своих начинаний и со старта не допускал грубых ошибок. Как это делал я. Вот создали вы свой канал, смотрите на чистенькую страницу и думаете, с чего начать. Первое, что стоит сделать, вам стоит задуматься о вашем нике. Это, конечно, дело индивидуальное, но ник стоит подбирать с умом. Не нужно делать сложночитабельный ник или ник с кучей символов или цифр. Это просто некрасиво. Вот я до сих пор помню свой первый ник на ютубе, это Богдан08. Ну, типа, Богдан это типа я, а 8 это типа месяц и дата дня рождения. Вот, ну как бы, все понятно. Ни в коем случае, слышите, ни в коем случае не делайте такие ники, а тем более в 2К18. Это реально тупо. Подберите такой никнейм, который вам будет нравиться. Это может быть даже имя вашего любимого героя из какого-то сериала или там мультфильма, вообще не важно. Главное, чтобы вам ник нравился и чтобы он не был слишком примитивным. Как у меня, Богдан08. О чем я вообще думал? После того, как вы придумали свой ник, вам стоит задуматься об оформлении вашего канала. Сделайте баннер и аватарку. Это не очень сложно, у меня на канале есть куча туториалов по этой теме, так что, если вам интересно, загляните в подсказку, может найдете там что-то для себя полезное. Ну, а я подожду вас тут на паузе. Оформление канала также можно заказать в сообществах по дизайну, но я все-таки вам настоятельно рекомендую сделать баннер самому, чтобы получить хоть какие-то базовые навыки работы в фотошопе, которые вам в будущем явно пригодятся. И если вы хотите серьезно взяться за канал, то без этих навыков вы в будущем, ну, никак не обойетесь. Заполните описание вашего канала. Это не столь важный момент, но чем больше канал заполнен информацией, тем лучше. Таким образом, канал не будет казаться очень сырым, ну и также это немножко влияет на алгоритмы ютуба для дальнейшего продвижения ваших видео. После этого, для вашего же удобства, нам нужно сделать описание, которое по умолчанию будет устанавливаться при загрузке каждого видео. Для этого перейдите в менеджер видео, канал и загрузка видео. Не стоит делать слишком большое описание, будет достаточно поместить туда ссылку на вашу страничку ВКонтакте, ну или же группу, если вы ее предварительно создали. Оставить ссылочку на подписку, ну и еще можете написать небольшой текст, в котором вы рассказываете о своем контенте, и предложить зрителю подписаться на ваш канал. Также вы можете использовать разные смайлы для разнообразия, чтобы зрителю, что решил прочитать ваше описание под видео, было его интересно читать, и чтобы оно не было столь монотонным, а наоборот, хоть немножечко ярким, поскольку визуальное восприятие это очень важный момент. Теперь вы можете приступать к созданию контента. Я опишу два самых популярных вида контента на ютубе, и как его стоит снимать, вот по моему мнению. Начнем с летсплея и игровых видео. Если вы решили снимать такой контент, то позаботьтесь о хорошем качестве. Хотя бы установите бандикам, активируйте его, настройте хорошенечко качество, чтобы на выходе получить хорошую картинку. Старайтесь снимать игры в полноэкранном режиме, зрителю неприятно видеть панель Windows снизу картинки, это некрасиво и не вызывает ощущение, что над контентом вы потрудились. Все из личного опыта, пацаны. Также не забывайте о монтаже. Установите хотя бы тот же Sony Vegas, по которому туториалов на ютубе просто в вагон и маленькая тележка. Также стоит уделить внимание качеству звука. У большинства начинающих ютуберов нет хорошего микрофона, и все начинают с простого. Если у вас какой-то микрофон из наушников, или даже с веб-камеры, то вам стоит уделить немножко времени на звукообработку. Удалите неприятные шумы, поработайте над качеством звука, добавьте немножко каких-то фильтров, посмотрите какие-то туториалы на ютубе. Да, можете даже посмотреть мой. Вот он в подсказке, там типа... Ну, когда-то записал, почему бы не прорекламировать. Вырезайте неинтересные или файловые моменты из видео в монтаже, добавляйте фоновую музычку. Можете также заказать где-то в сообществах по дизайну, или попытаться сделать самому какой-то интро для вашего канала, которое будет фигурировать во всех ваших будущих летсплеях. Это все разнообразит ваш контент, и на выходе вы получите приятный результат. В случае, если вы решили снимать влоги, то тут все чуть сложнее. Вам нужно позаботиться о качестве картинки. Если у вас есть какая-то зеркалка, которая снимает хотя бы в 720p, то вам уже очень повезло. Если у вас, как у меня, этого пока что нет, к сожалению, то вы можете попытаться снимать на телефон. Главное, чтобы это не был какой-то кирпич 2013 года, поскольку, ну, 360p в 2К18 нам явно не нужен, согласитесь. Если это разговорный влог по какой-то конкретной теме, то подготовьте сценарий, благодаря которому вы не забудете ничего из того, что хотели бы сказать. Это реально очень помогает. Опять-таки, не ленитесь монтировать видео. К влогам очень уместно делать монтажек. Пошаманьте над картинкой. Если вас не устраивает качество, примените какие-то фильтры. Можете даже поэкспериментировать с цветокоррекцией. Уж поверьте, не помешает. Можно также само использовать фоновую музычку. Если контент у вас развлекательный, то будет вполне уместно делать упор на юмор. Даже если у вас это не очень хорошо получается, то хоть какая-то доля зрителей может увидеть в вас потенциал и желание развиваться, может поддержать вас позитивными комментариями. Но это, конечно, все в будущем. После того, как вы плотно потрудились над съемкой и монтажом, самое время опубликовать ваш труд. Вы это можете делать по графику. Например, раз в неделю, тем самым развивать в себе чувство ответственности и не забывать, что вот, например, в среду я обязательно должен выложить видео, чего бы мне это ни стоило. При загрузке видео стоит обратить внимание на название, видео, теги и описание. Ну, так как описание у нас уже заготовлено, вы разве что можете добавить несколько слов о видео, что публикуете. Сделайте привлекающее, но в то же время не кликбейтное название, поскольку это противоречит правилам Ютуба. Напишите как минимум 10 тегов, которые будут соответствовать вашему видео. Тут может помочь вам очень приятный инструмент. Это такое себе расширение для браузера, вид IQ. Оно может для вас подобрать популярные теги и помочь продвинуть ваше видео. Многие ютуберы этим пользуются. Это не реклама, просто это действительно довольно удобное и полезное приложение, которым я уже как бы сам пару месяцев пользуюсь. Пока загружается видео, самое время поработать над превью. Это такая себе картинка для видео, которая отображается перед тем, как зритель нажмет на ваше видео. Опять-таки нам понадобятся навыки фотошопа, о которых я говорил еще в начале видео. Сделайте яркую превьюшку, которая может понравиться зрителям и будет соответствовать вашему видео, и теперь можно смело опубликовать ваше видео. Но это не все. Вы должны понимать, что не стоит записав одно, два, да даже три видео, ожидать большого приплыва подписчиков, зрителей и так далее. Это очень редкое явление. Вам нужно проявлять вашу активность на Ютубе и часто делать видео, потому что даже если кто-то увидит ваше видео, и оно ему понравится, он захочет подписаться на ваш канал, но увидит, что на канале видео нет уже там, например, три месяца, то я думаю, что желание подписаться у этого человека явно отпадет. Поэтому не забрасывайте канал и не забывайте о нем, раз решили серьезно за него взяться. Частая ошибка начинающих Ютуберов в том, что многие решаются на покупку рекламы, когда у них всего два или три видео. Это неправильно, и от такой рекламы не будет никакого толку. Вам нужно заинтересовать зрителей вашим контентом, и тогда будет какой-то результат. В общем, я рассказал о каких-то главных основах, которые должен помнить каждый начинающий Ютубер, и надеюсь, что кому-то я помог. Главное помните, что над контентом стоит трудиться и не делать все как попало, потому что такой контент просто отторгает, и с него ну явно не будет никакого толку. Вам нужно полюбить то, что вы делаете, и отдаваться максимально этому делу. Даже если на осуществление ваших целей уйдет год, два, да даже три, вообще не важно. Главное, чтобы вы верили в то, что вы делаете, просто наслаждались этим процессом, ну и не сидели просто сложа руки. С вами был Джейкоб, спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если здесь впервые. Я стараюсь снимать качественный контент, стараюсь развиваться, и ваша подписка или даже просто лайк будет всегда кстати. На этом все, всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!